на встрече с министром юстиции Донецкой Народной Республики Еленой Владимировной Радонской. На встрече также присутствует глава администрации города Ясиноватая Яненко Юрий Витальевич, заместитель главы администрации Черник Наталья Витальевна, заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения Павлик Ирина Ивановна, начальник управления Минсионного фонда ДНР в городе Ясиноватая Безбачка Елена Леонидовна, начальник государственной исполнительной службы в Ясиноватском районе Яченко Анна Николаевна, заведующий сектором исполнительного районного отдела юстиции Зайцев Николай Анатольевич, начальник Ясиноватского районного отдела ЗАГС Бенгер Елена Викторовна, директор Ясиноватского городского центра занятости Гулова Татьяна Михайловна, а также руководители и представители коммунальных служб и предприятий города. В ходе нашей встречи вы сможете задать свои наполевшие вопросы и получить на них компетентный ответ. Дорогие жители нашего города, мы ценим ваше понимание и чувствуем вашу поддержку. Вместе мы выстоим, мы отстроим мир на нашей земле и обязательно впишем в его историю новые, яркие, счастливые страницы. Ведь вместе мы трудолюбивая и дружная семья единомышленников. А сейчас я предоставляю слово министру юстиции Донецкой Народной Республики Елене Владимировне Радонской. Еще раз здравствуйте. Очень приятно посетить ваш город. Очень мне он понравился. Чисто и прекрасно. Я хотела бы отметить прежде всего, что я не только являюсь министром юстиции в вашем городе, я являюсь куратором. Поэтому обращаться можно не только по вопросам деятельности юстиции, но и по вообще наболевшим вопросам. Желательно это делать в письменной форме и через администрацию вашего города. Хочу вам также сообщить, что с сегодняшнего дня у нас начали сансы работы. Мы выдаем в наши банки Донецкой Народной Республики. Сегодня была пророжественная регистрация обрама в Центральном городском районе города Макеевки. Присутствовал глава лично. Было выдано свидетельство, поздравление. В общем-то, путь к самостоятельности нашей республики открыт и продолжается. По поводу ваших вопросов, в основном по компетенции Министерства юстиции практически не текнет ничего. Ну, за этим попробуем на них ответить. Так, предоставляются ли дополнительные отпуска? На данный момент закона об услужбе нет, но есть закон об отпуска. Там установлены дополнительные отпуска, по-моему, 7 календарных лет. По поводу склеить фотографии в паспорт по достижению соответствующего возраста. Вы прекрасно понимаете, паспорта у вас граждан Украины. Клеить фотографию можно только на той территории. Поэтому тут есть определенные проблемы, следы выявлены. Но, тем не менее, в зимой фотографии это нужно. В наших паспорта предположительно будут даваться возможным отременчикам. Принимаются ли документы к разъяснительному праву, к применительному праву и расчетности постановления кленового рекоменда? Кто это задавал в вопрос? Нет, если вы хотите как адвокат проконсультироваться, то посмотрите, пожалуйста, постановление 9.1. В той части, которая не противоречит Конституции ДНР, применяется законодательная база Украины. Но постановление Пленума Верховного Суда на территории ДНР не действует. 17 августа, в результате автострела, мы сядем в горяном месте с домом на улице какой-то. До сих пор не можем получить свидетель в глазмерке, так как нет лаборатории, чтобы сделать экспертизу ДНР. Постановление Пленума, 23-го на 7-го у нас медико-социальная экспертиза удвеждена и будет проводиться экспертиза ДНР на территории бывшей больницы Калинин. Центр заработает в ближайшее время. Скажите, пожалуйста, а есть ли человек, который задавал этот вопрос? У вас есть справка? Никакой, у них две позиции. Это так же у вас назойте, да? Да, да. Так мы же отправим эту позицию на бумагу. Сейчас пока есть кому-то показалось. Если позицию, то это почему-то бывает. Нет, 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 нет. У меня это без бумаги. Вот теперь на бой. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. У нас какая-то тема, в общем-то, идет финансирование. Нам, скажем так, мы делаем заплату на медикаменты, на горючие, без которых мы просто не можем работать. Мало того, то, что нам дают, только дают 20%. Это раз. А дальше начинается замкнутый круг, который заключается в следующем. Чтобы я купил медикаменты, я имею право заключить договора с поставщиком, который сделает на цену не более 10%. Это только может завод-изготовитель. Я вернулся на завод-изготовитель, это не кофарм. Они таким мелким мотором не работают. Говорят, ну что вы, ребята, мы с этим будем связываться. И получается, что финансирование нам дают, скажем так, за 3 дня до конца месяца. За 3 дня где-то что-то сделать, это нереально. А 1 числа деньги обнуляются. Так июль месяц прошел, так и, скажем, июль пройдет. И там горючие. Ни одна заправа не ходить с нами работать по предоплате. Только, получается, нам деньги дают. Но использовать их просто нереально. Это виртуальные деньги. Это какое-то виздевательство. Ну, понимаете, вот вам деньги, вот вам деньги. Виртуальные деньги. А что же не в дековке? Условия. Нельзя по предоплате работать. День в день это надо. А за 3 дня никто на это не понимает. Бензин дорожает, лекарства дорожают. У нас, ну, получается, что... Что там нет? Люди к нам приходят за лекарствами. У меня, скажем так, врачи-врачи, все пенсионеры. И вызова-вызова. Ну, в один врач только сделает 3 вызова без машины. С горючих. 12-15 вызовов. Плюс у нас многие дома многоэтажные. Там и в дыне работают. Врачи-врачи-врачи. Пенсионеры. Порой сами, они на 1-2 вызовы спорят. Приходится уже им оказывать бензинскую должность. И вот получается, что, да, деньги есть. Но 20% и тем не можем взять. Это связано с тем, что у нас бюджет додационный. А как не будем это объяснить? Договаривайтесь с поставщиками. Они не знают в годы. Ищите других. Нет. Нет, вы понимаете, нет. Не хотят никто работать с этим виртуальным мнением. Никто. Потому что они говорят, что мы эти деньги потом не можем снять, не губить за них. Поэтому они не знают с этим работать. Плюс это понятие предоплата. Они тоже это ведут. Подготовьте, пожалуйста, песни на обращение. Мы с Вучковым разберемся с этой ситуацией. Хорошо, мы сделаем. А жизнь у нас? Да я почему? Да, пожалуйста, дайте кедалку. Поддержи сам, поддержи. Скажите, какими нормативными акциями предусмотрены выплаты по ранению или по факту гибели? По чему? По факту родине или кибели вы на службе? Есть какая-то нормативная база? Нормативной базы такой еще нет. Спасибо. Можно вопрос еще? Да. Скажите, я представитель профильных образования, работающий в 69-м учебном заведении в Светдоровской, мастер-производном обучении и преподаватель спецдисциплины. У нас такая ситуация. В феврале, в феврале, в апреле нам задерживают зарплату. То есть, то есть, они дали школу, дали февраль. Нам, когда начинают украшать февраль, когда нам дадут, нам отвечают, не факт, что вам дадут вообще февраль. И так же заедут, говорят, сколько это будет у нас продолжаться, что профильных образований находится вообще где-то, я не знаю, за бомбинерами каких-то. Школы как-то еще дают, шарики дают. Профильных образований в нашей просто стороне. А в Министерство образования вы обращались этим? У нас и директор, и главный бухгалтер ездили не один раз, все равно. Все это, как говорится, тихо. Существует действительно проблема с Министерством образования, с выплатой за должности, которые образовались с января по март месяц 2015 года, потому что они не были заложены в бюджет. И, соответственно, сейчас, для того, чтобы они были включены, вы должны подать заявки в Министерство финансов. Но подать вы их можете самостоятельно через центральную новую бухгалтерию Министерства образования. Это все подано, но результата никакого. Я желаю лишить. Подождите, пожалуйста, еще раз номер вашего училища. Если на уравский лицейк железнодорожного транспорта, номер 69. Ну, это не одно наше такое учебное заведение, как их страдает. Это все профные образования. Везде одинаково. Это 24-я, 45-я и строительный техникум. Это все одно и то же. Задолженность за февраль и за июль? Февраль, март, апрель и июль. Четыре месяца. Июль заканчивается тоже. Хорошо. Так, можно вопрос задать? Я живу в ясиноватой 50 лет. Конечно, в начале совещания очень так все было красиво сказано про нас в город. И очень обидно, что его превратили. И вы вот сидите в зале. Какой вопрос вам не задают? Вот обратитесь туда, обратитесь туда. Понятно, никто ничего сразу не решит. Вот самый простой вопрос. Кто-нибудь из администрации города вообще был на рынке, смотрел на вот эти цены. Что вообще происходит в городе? Молодежь от 17 лет, я скажу, что до 40 лет, потому что моей дочке 38 лет. Они не могут работать. Они в погоде в случае стали бомжами. Обратились, говорит, в центр занятости. Обратились. Кроме уборки и мусора ничего нет. И что вы им прикажете делать? Они гуманитарно разрушают. Четыре куры гуманитарные, бывает, пять кур. Спасибо, сказали. Мне много рыбалышка, не лезь. Выпил, ружай. Хорошо, что вы такой энтузиазм. Я сама-то как-то такая была, точно. И все делали бесплатно. Ну нельзя детей обманывать. Разгрузили, заплатили им хотя бы что-то. И в грузе цены, я вчера пошла спросить, ли кучка с морей стоит 20 гривен, товарищи. Да я не знаю, она французскими духами пахнет или что. И причем в разных точках разные цены. Значит, одни могут купить от Карачка по 37 гривен, вторые продают их по 87. Это кто, куда администрация города смотрит? Ну это уже не надо, здесь никаких не министерий гривен, горшат, никакого. Но придите порядок, с ценами потянутся. Я говорю за остальное, спасибо. С ценами порядок предновиден в ближайшее время. В настоящий момент уже создана комиссия по контролю за ценами. И у нас в Донецке, по крайней мере, существует соблюдательный рынок, на котором цены ниже намного, чем у всех магазинах и на других рынках. Ну, конечно, я хочу вам сказать, что мы сейчас бьемся, чтобы ремонтировать по магазинам, чтобы цены были дешевые. Но вы же опять поймете, что он как коммерческий рынок. Здесь вы же сами принимаете на половину. Вы же сами эти цены выставляете. Какое, вот давай, как правовиды, какое индивидуальное право мы имеем в ходе искать в автомат. Ну давайте поставим вашу манеру, они тоже сейчас и важно представляются. Зайдите цены. Вы помните, когда была Бабаза? Вы загадили, они немножко подстрелили, подгонили. Ну это была, да, это боевые дети. Сейчас вы здесь сидите в студии, кто вам цены? Берите внимание, только давай вы же знаете. Раз в неделю вызывает, просит, крыльцент. Рынки в один раз, значит, значит, хотя бы подряды вводят то, что он может. И кто это не только финансовый грим, чтобы вы могли, чтобы инстанции наложить. Нет, еще не таково, пойди, вы сейчас в билет, что заедет. Сейчас коммерческая срок, она уже в области, да, выезжает. Не сделает уже, кто распространялся. Но это же башня с соседней, тут внимательно, поймите, украли. То есть цены нам не никто и никто сверху. Цены устанавливаются на местах. Наверное, нужно в Бабо думать, прежде всего, какие цены ставятся на продукты питания. Меня интересует работа исполнительной службы. И судьба суперных решений, находящихся на принудительном исполнении. Решения суда вынесены украинскими судами. У нас исполнительная служба работает, и есть новатая, и есть исполнительная служба, начальник исполнительного, по-моему, здесь в зале. Да поднимитесь, пожалуйста. Конкретно какое производство вас интересует? У нас жилищно-коммунальное предприятие, и поэтому у нас находились очень много таких судебных решений, судебных приказов, а также и нам должны быть денежки. Ваше предприятие перерегистрировано в Донецкой республике? Да, да. Вы имеете в виду исполнительные произведения, которые остались несовершенными по состоянию иммунитета 2014 года? Да. Вы в суд обращались с заявлением? О чем? Для того, чтобы подтвердить сейчас все ваши судебные приказы, выданные государством Украины, нам нужно будет обратиться в суд по территории. А чем это предусмотрено? Каким нормативным документам у нас, на некоторых я могу обращаться в суд для подтверждения? У нас утвержден Советом министра временный порядок об исполнительном производстве. Да, судебные приказы есть на роде. Спасибо большое. Являюсь сотрудником Управления труда и защиты 2007 года. 11 декабря 2014 года я ушла в декрет по рождению. С июля месяца нас в Украине перестала финансировать, соответственно, я не получала с июля месяца зарплату. Я ушла в декрет, сдала граничный. И министерство выделило деньги, как сотрудникам не покидавшим территорию республики, помощь, в связи с тем, что нам в Украине не хватит деньги. Я этой помощи не получила. На данный момент меня отказываются включить в штат Управление труда и защиты Донецкой Народной Республики. Мне отказываются выплатить декретную зарплату, материальную помощь больничной. И я уже 6 писем написала. Мне министерство Малиновское пишет о том, что здесь местное управление меня обязано восстановить, взять до момента выхода из декрета. То есть включить в штат. Но на данный момент мне все так же продолжают обмечать, что мне республика ничем не обязана. Вам письма, Наталья? Да. В анеме у меня все есть. Все 6 писем. Справка об облоне выплате заработной платы. То есть на данный момент декреты, задолженность по зарплате, больничные какие-то есть? У нас работает судебная система. Вам необходимо, если вы получили уже отказ по восстановлению на работе, обратиться с иском в суд. А материальная помощь, что вы теряете? Да, мы в восстановлении поставим все вопросы о компенсации материальной помощи, морального придая и вот эти вопросы. То есть я ищу вам материальные вещи? Да, конечно. Благодарю. Вы сегодня, я уже с вами назвал, я уже несколько месяцев. Я полгода, год. Я понял. Я уже буду дальше. Пожалуйста, еще какие-то вопросы? Указано у главы, кредитные отношения у нас в Украине на территории Донецкой Республики не распространяются. Понимаю. Пусть приезжают к нам в аэропорту. Можно вопрос, да? У меня ребенку два года. Я состою на учете в ШПО-клинике. Но, естественно, там вакцин нет. У меня была плановая приливка, когда я обратилась, у меня врач-педиатр смотрел, главная проблема в ЕЦРВ. Когда я туда пришла, мне отказали. Сказали, для того, чтобы сделать вакцин вашему ребенку, вы должны открепиться от ЖД-паликлиники и ставить на учет к нам. Я бы не против, мне просто неудобно. Если вдруг ребенок заболел, мне придется... Я живу на этой стороне, написал по данным факторам. У меня вопрос. Неужели нельзя обойтись одним заявлением, что я мама, прошу ЕЦРВ сделать мне приливку? Я понимаю, что они тоже отчитываются по каждому, ну, о каждом церкви-паликлинике, но мы ребенок тоже живем в городе, и почему я должна открепляться от ЖД-паликлиники и прикрепляться от ЕЦРВ? Можно ли мне сделать приливку по просто заявлению? Спасибо за. Спасибо за. Все элементарно. Я даже не вижу причины. Все к нам приходят, пишут одно заявление, я посчитываю ребенка-пакцинент. Ну, знаете, я была две недели назад... Вы как-то не отходили? Нет, я заходила, мне отказали в приливочном кабинете. Ну, и там работают санитарки, и все, кто-то санитарки. Ну, после этого, мне как бы хватило я у него ответа. Ну, я... Вы должны были обратиться к педиатру, и в главную часть, значит, что это те, которые имеют право, задать вам предшествия. Я пошла в кабинете, я написала заявление. Я подаю. И затем мне отправили дальше, покупайте карточку, и кем-керепет. Вы не знаете, что вы придете, мы вам все покажем. То есть, это без проблем. Это без проблем. Все, спасибо большое за ответ. И все подробно. Спасибо. А, да. Я вас помню, что вы можете найти. Украина, когда ребенок получал алименты, давайте наступили. Дальше, если не поступает, то учитывая, то учитывая, то обладает, а затем оплачивать и ленивки. Как у нас сейчас? Если у меня не поступила на университет, то он должен дальше делать и ленивки. Алименты до 23 лет, нашим ребенком, или на момент обучения учения. Еще вопросы? Уважаемые жители, к сожалению, я немножко ограничена по времени. Прошу, есть еще минут 5-10, буквально, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Если нет, я буду очень часто бывать в вашем городе, поэтому подумайте. Может быть, вопросы какие-то еще возникнут, мы их обсудим на следующей встрече. Слушайте, я как председатель Михайлона хотел такой вопрос задать. Когда закончится хсерокопия, люди жалуются, назвали их банком в соцсетях, когда от кредит заплатили. Раньше был на паспорт, его на линии. Что он придумал, когда этот дом закончится? В Донецкой Народной Республике вообще проблематично кредит взять. Это обязательно требование хсерокопию паспорта для того, чтобы... Идентифицировать личность каким-то образом она, и потом ставить членом. Зачем еще что-то? Кому тогда бы зеленую улицу? Лучше поездки в другом жалене, чем с хсерокопией. Если будут возникать проблемные моменты с Министерством здравоохранения, допустим, по лекарствам, или с МинЖКХ по каким-то вопросам, с Министерством оборудования, пожалуйста, эти вопросы можете мне задавать. Обязательно на Совете Министров, мы будем с другими министрами их выручивать. А у ЖКХ пригласите на следующий раз? ЖКХ курирует в другой регион. Нет, вопрос, что вы будете разобрать здесь. По тарифам на внапрение. Почему тарифы на вода из Италии, а в Донецке другие? Это зависит от количества населения. В Донецке выше тарифа, чем в Азербайджане. В Донецке выше тарифа, чем в Азербайджане. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!